У нас осталась еще такая не очень приятная тема, но она крайне важна, она крайне важна, она очень актуальна, это гельминтные и паразитарные инвазии. К сожалению, получилось так, что гельминтные и паразитарные инвазии, получилось так, что эта наука в мире и в России последние 50 лет и даже больше практически не развивалась. В связи с этим произошла недооценка этого направления и все считали, что гельминт это так себе, дал таблетку, вылечил и так далее. И когда эта проблема вылезла до такой степени, что она сегодня, весь мир схватился за голову, к чему мы пришли и начали серьезно возвращаться к этой теме. Ну, можно сказать однозначно, что многие операции, которые совершаются сегодня, не нужны были бы, если бы был правильный поставлен диагноз. То есть под видом гельминтов часто протекают опухоли, которые воспринимаются как опухоли, удаляются глаза, вскрывается сердце, идут на оперативное вмешательство куда угодно, в легкие и так далее, на самом деле там ничего этого не должно. Это банальная паразитарная инвазия, которую можно было бы действительно за неделю, за две решить без всяких операций. Приведу совсем такой банальный пример. Германия, очень серьезная страна, с хорошей медициной, с великолепными клиниками. И вот в одной из клиник прооперировали пациента, удалили ему полностью всю поджелудочную железу, оставили только хвости, где находятся островки Лангенгарса. И вот один из наших профессоров приехал туда учить их, и ему показывают это пациента, и он взял свой прибор, представил пациента, и он видел, что он нафарширован гельминтами. Он попросил принести этот удаленный орган поджелудочную, он поставил в камеру, снял с него информацию, говорит, что вы сделали. И он, когда этому директору клиники, ведущему профессору в Германии, сказал об этом, он схватился за голову. Потому что, если, не дай бог, пациент узнал бы, что его прооперировали зря, уважаемые коллеги, это катастрофа. Для этой клиники это точно катастрофа. Поэтому это все очень важно сегодня понимать, что многие операции на глазах, на сердце сегодня проводятся, которые абсолютно не нужны были. Очень серьезные исследования были проведены в Англии, когда эпилепсия в течение 10 лет беспокоила там пациента. Наконец он попадает к какому-то грамотному специалисту, который внимательно посмотрел, и в голове этого человека, конечно, были гельминты. Понимаете, а там уже планилась нейрохирургическая операция, и многие всякие такие серьезные вещи, которые, конечно, в данном случае не были показаны. Поэтому мы с вами должны понимать, что эта тема очень актуальна. Она очень серьезная сегодня, и очень сильно волнует всех специалистов любого профиля. Если бы вы знали, сколько мы анемии лечим десятками лет. Вот анемия, говорят, поставлена явно 10 лет, 15 лет, это человека лечим, лечим, лечим. А причина совсем банальная. Там сидит гельмин, который каждый день выпивает 150 миллилитров крови. Вот вам причина банальной вещи. Друзья мои, коллеги, вот китайцы сделали маленькие такие шарики, наверное, видели, да? Ну, гинекологические шарики, которые используются для лечения всяких инфекций, мочеполовых и так далее. И вот там входит 5 травок, ну, они достаточно такие агрессивные в отношении инфекций. И вот когда женщины стали использовать эти травки при миомы, при всяких воспалительных процессах, вдруг вываливаются из матки вот такие комки, и внутри сидят гельминты. Понимаете, это под видом миомы была вот такая вещь у женщин. Понимаете? Вот вам примеры, чтобы вы понимали, что гельминтная инвазия сегодня очень актуальна. И она заслуживает больше внимания, чем сегодня имеет. Сразу скажу, чтобы вы понимали, почему так не врач не насторожен на эту тему. Мы всегда всех пациентов посылаем на исследования, естественно. И вероятность находок с помощью тех методов, которые мы сегодня используем, не превышает 5-7%. Всего лишь. Эти исследования можно не делать, это пустая трата времени и денег и так далее. Максимально самые приличные лаборатории, хорошо оснащенные, которые используют методы обогащения, чтобы побольше выделить яиц и личинок, составляют до 12-17%. Вот потолок всех наших исследований. Иммуноферментный анализ, который мы сегодня используем, он, конечно, более надежный, но он определяет только в крови, антитела и редко антигены. Понимаете? Вот все, что сегодня мы имеем. Что вы понимали, почему так все непросто, почему так плохо поставлена диагностика. А раз так диагностика поставлена, поэтому лечим самые разные заболевания, от эпилепсии до анемии и всяких других, но не лечим основную причину, которая это вызвала. Итак, гельминты какие они бывают? Они бывают гео, гео, земля, геогельминт. И биоорганизм, живой организм. Значит, геогельминт – это гельминты, которые живут в земле. Для своего развития они требуют землю. И биогельминты – это для своего развития требует либо человека, либо животного. Почему это так важно, уважаемые коллеги? Потому что биогельминты, вернее, геогельминты – это проще. Ему нужно обязательно созреть в земле, чтобы он попал в организм. Там он созреет, мы сейчас с вами проговорим немножко на примере. Он развьется и через какое-то время покинет организм. Он не может размножаться в нашем организме. Он только может созреть в земле, попасть в наш организм. Здесь созревает до взрослой стадии. И достигнув зрелого возраста, он покидает наш организм. Либо мы его, в результате обследования, либо какого-то питания, более-менее грамотного или лекарственных препаратов, они погибают. А вот биогельминты, он один раз попал, и будет 20 лет там размножаться, давать потомство одно за другим, как эти кошки. Сегодня родила, через 2 месяца родила, через 3 месяца родила, или там полгода. И так вот постоянно они там размножаются. И вот это очень большая опасность, потому что здесь справиться с ним очень трудно. Мы с вами будем говорить, насколько это серьезная тема сегодня, особенно после того, как мы стали мигрировать в Китай, в Гонконг, там всякие Таиланды. Мы навезли столько, что сейчас голова пухнет, что мы с вами будем делать дальше с этим делом. Они привыкли к этому уже, а мы к этому не привыкли. Это для нас необычные гельминты, и у нас очень много проблем сейчас с этим. Итак, биогельминты. Начнем с них. Я просто на примерах покажу, чтобы вы понимали, насколько непростая эта проблема. Мы все знали, врачи, что они имеют такую фазу развития и так далее, но почему-то вот не хватило ума сделать так, как нужно. Итак, гельминт. Аскорида, давайте, например, аскорида, всеми понимаем. Аскорида длиной 12, 16, 18, 20, 40 и даже 70 сантиметров. Вот такие аскориды сейчас есть. Каждая аскорида за сутки выделяет 200 тысяч яиц. Сейчас весна уже. Так вот, чтобы вы знали, все, что было загрязнено, сейчас будет в всех водоемах, во всей воде, в питьевой воде, в молоке, на всех огородах и так далее. Поскольку мы это все поливаем, это вот такая колоссальная пораженность аскоридами. Как только температура почвы будет больше, чем 17 градусов, яйца аскориды начнут вылупляться, созревать. И дальше с чем хотите, с водой, с руками, с овощами, с фруктами, с молоком и так далее, попадают в организм человека. Не заразиться невозможно, поверьте мне. Это очень трудно. Я не знаю, кем надо быть, где надо жить. Наверное, в изоляции полной, чтобы это не иметь. И вот с любым путем эти личинки поступают в кишечник человека, пробуравливают стенку кишечника и поступают в круг. И начинают там созревать. Ну, как маленький дитя, сначала маленький, сбросил одну одежку, а другую созревает. И так в течение трех-четырех месяцев происходит созревание этих личинок. В это время они очень маленькие, естественно, сами понимаете, 0,2 сантиметра. Очень маленькая, она может попасть куда хотите. В печень попала, там села. В легкие попала, там села. И начинает там развиваться. Человек начинает кашлять. Мы начинаем ему ставить диагноз пневмония, лечим антибиотиками 2-3 недели. А эффективности нет. Мы ломаем голову, а нет ли там опухоли, начинаем облучшать. Короче, мы столько дров ломаем, пока кому-то в голову сберет. Она может посмотреть, это аскорида. И оказывается, это банальная аскоридоз. То есть он может попасть куда хотите. И даже в головной мозг, и даже в глаза. Если бы вы знали, сколько мы глаз прооперировали, не думая, что там личинка этой аскориды. 150 глаз. Удалено по поводу онкологических проблем. Взяли этот глаз на гистологию, а там сидит личинка аскориды. Или другого гельминта. А глаз-то удален уже, поезд-то ушел. Его вернуть-то уже нельзя. Понимаете, как непросто все. Поэтому вот эта фаза миграции, когда он находится в крови, эта личинка, она может попасть куда угодно уже, попасть в головной мозг, вызвать эпилепсию. Там будут судороги, сами настоящие, будут больного колотить, все как положено. Мы выставляем ему диагноз, и 15 лет будем его уже вести, как пациента, который имеет банальную эпилепсию. Хотя там эпилепсия, в общем-то, за три дня можно ее решить, что ее не будет. Понимаете? И вот такие вот вещи бывают часто в нашей практике, сколько угодно случаев было вот таких непонятных, что происходит. А на самом деле вот эта причина банальная гельминтная инвазия. Дальше. Это личинка из крови снова порубравливает стенку легкого, попадает в бронхи, с мокротой заклатывается, и уже попадает в желудочно-кишечный тракт. И начинает развиваться вот до таких размеров. И таких аскорид, уважаемые коллеги, в нашем организме может быть от нескольких штук до 400 штук. Представьте себе ситуацию, человек, который, я вот видел ребенка, у которого было 400 аскорид одновременно. О чем, о каких обменах можно говорить? О каком питании можно говорить? Вот я вам просто покажу несколько снимочков. Это натуральные снимки, сделанные от ребенка. Видите, сколько аскорид выходит из прямой кишки ребенка. То есть, там килограмм, если не больше. Понимаете, это же маленький ребенок. О чем дальше обсуждать можно? Представляю, коллеги, видите, как все непросто. А мы лечим, бог знает чем, как начинаем ломать голову, почему он аллергия, почему у него всякие другие дела. Потому что аскориды и вообще гельминты – это очень сильные аллергенные вещества выделяют. И они дают колоссальные аллергические проявления, где хотите. Поэтому, еще раз вернемся, все гельминты, уважаемые коллеги, это низкочастотные существа, да, микроорганизм не назовешь его, да. Низкочастотные, то есть они чаще бывают в тех организмах, которые все-таки низкие частоты. Это надо помнить. Второе – это против гельминтов не вырабатывается иммунитет. То есть мы сегодня заразились, через месяц снова заразимся, через полгода снова заразимся. То есть никакого иммунитета, стойко при гельминтах не бывает. Это надо всегда помнить. Хотя роль иммунитета в удалении гельминтов достаточно большая. То есть иммунные клетки имеют большую роль, я чуть-чуть позже об этом скажу. Итак, это очень серьезные гельминты, это очень серьезные вещи, которые вызывают очень сильно аллергические изменения в организме. Они очень сильно подавляют иммунитет, потому что он выделяет до 20 и больше различных иммуносупрессивных веществ, которые подавляют иммунитет человека. Они вызывают очень сильную анемию у человека, поскольку подавляют костный мозг, где образуются эритроциты, и естественно нарушают все обмены. Съедают железо, которое нам нужно, и все вещества, которые очень нужны организму человека. Конечно, они вызывают дисбактериоз, мы называем это более правильно, дисбиоз кишечника, то есть не просто бактерии, а все, что там живет, не то, что должно быть. И при этом происходят самые различные энтериты, панкреатиты, холециститы и все остальное, что происходит в кишечнике. Поэтому это такая тема, которой, конечно, клинические проявления могут быть, еще раз повторяю, какие угодны. От боли в животе банальных до энтеритов, до пневмонии, до подозрения на опухоли, до анемии, и всяких вегетососудистых дистоний, вялость, слабость и так далее, и так далее, потому что идет постоянная интоксикация. Мы с вами понимаем, когда есть одна аскорида, это уже проблема, а их там 20 штук, это больше проблем, а их сотня штук, то трудно себе представить. И не забывайте, что весь период, начиная, как только температура воздуха стала больше 17 градусов, эти личинки непрерывно созревают. И так до всей осени они будут созревать, и каждый раз мы заражаемся. Можно вылечить людей в таких случаях? Ну невозможно, мы с вами все-таки питаемся с рынков, молоко берем непонятно где часто и так далее. То есть, сами понимаете, не заразиться в течение всего лета и весны невозможно. И только осенью, когда становится холодно, прекращается созревание этих личинок, и на этом период заражения заканчивается. И только после этого можно считать, что процесс заражения закончен. Итак, аскоридоза, Женя, серьезное заболевание, пока недооценено. Когда мы берем кровь у человека, мы у всех людей, практически даже сидящих здесь, в 95-98% находим антитела. О чем это говорит? Что они были заражены в этот год аскоридозом. Даже если они ничего не почувствовали, то эта проблема состоялась. То есть, это говорит о том, что практически все люди заражены. То есть, через них организм, я бы так по-другому сказал, через их организм прошел этот гельминт. Заболел он, не заболел, сказался он, не сказался, на что он побывал в этом организме, и, конечно, включил все, что нужно. Это так. Еще немножко хуже, чем обычный аскоридоз, это токсокороз. Это тоже аскоридоз, только животного происхождения. Он поражает кошек, собак, и, естественно, человека. Мы с вами знаем, сколько песочниц вокруг домов, и вообще всех участков, обсеменено этими яйцами этих гельминтов, поскольку одна аскорида, еще раз повторяю, выбрасывает в окружающую среду за сутки 200 тысяч яиц. Поэтому трудно себе представить, чтобы это все было не заражено. И поэтому понятно, что заражение токсокорозом, оно еще более серьезно, потому что он еще более агрессивен в плане воздействия на организм человека и вызывает очень серьезные нарушения. Ну, какие еще гельминты нас очень волнуют? У детей нас очень волнует энтеробиоз. В принципе, это не очень серьезный гельминт. Энтеробиоз – это острицы, знаете все. Это маленькие такие гельминтики, размером до сантиметра 0,7, 0,5, 0,8 сантиметра. Но их очень много, и они живут в прямой кишке у ребенка. Но, уважаемые коллеги, они могут заползать девочкам в половые органы, вызывать воспалительные процессы, вызывать аллергические процессы и так далее. И они относятся к живородящим. Невозможно от них избавиться. И вот здесь возникает очень серьезная ситуация. Если ребенок посещает детское учреждение, то лучше не бороться с этим, потому что это бессмысленное занятие. Каждый день ребенок заражается. Для того, чтобы прервать эту цепочку, нужно полностью, каждый день, кипятить и гладить все белье, где находится ребенок и спит. Где полностью и нательное, и постельное белье. Конечно, прервать контакт с другими детьми. Почему именно дети так часто поражаются? Оказывается, уважаемые коллеги, что мы с вами, взрослые, почему-то энтеробиозом не болеем. Как вы думаете, почему? А? Вот видите, все сразу на руки. Что дети не очень, что они берут в рот что угодно. А я вам хочу сказать другое немножко. Что и у взрослых мы часто находим эти гельминты. Но не у всех. А почему? Потому что основной причиной у детей является отсутствие на слизистой ребенка иммуноглобулина А. И у 10, 15 и больше процентов взрослых людей тоже этот иммуноглобулин А отсутствует. И вот это основная причина, которая и способствует заражению преимущественно детей. Потому что иммуноглобулин А у ребенка достигает уровня взрослого человека лишь 10-12 годов. Вот к этому времени уже слизистый ребенка закрытый. Поэтому дети после 10-12 лет, как правило, энтеробиозом не болеют. А вот все маленькие дошкольного возраста, у меня коллеги, болеют этим энтеробиозом. Потому что слизистая не закрытая, эти гельминты спокойно себя чувствуют там и могут размножаться. И еще раз повторяю, у 10-12 процентов взрослых мы тоже находим энтеробиоз, потому что в них тоже слизистый не закрытый. В них селективный врожденный дефицит иммуноглобулина А. Следующий гельминт, который мне хотел обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, это серьезный гельминт, это аписторхоз. Аписторхоз – это гельминт, который мы заражаемся от… Если острицами заражаются от детей, естественно, от кошек, от собак, у них тоже острицы есть, чтобы вы знали, они тоже живородящие, то аписторхоз – это очень нехороший гельминт, которым мы заражаемся от использования рыбы. И мы всегда считали, и нас учили так, что эта проблема касается больше Тюмени, Западной Сибири, где 100% населения поражено аписторхозом. Я хочу вас заверить сегодня, что сидящих 60% здесь имеют аписторхоз. Даже если пойдете сдавать на исследование, вас там не найдут, то вы можете не поверить о том, потому что я вам гарантирую, что они есть. Потому что вероятность заражения сегодня очень большая. Нам часто говорили и говорят, что в морской рыбе не бывает аписторхоза. Как вы думаете, бывает или нет? Нет, нет, нет. Мы сегодня в красной рыбе находим до 70% заражения аписторхоза. И говорят, что аписторхи в морской воде не живут. Они действительно не живут, но рыба идет на нерест куда? В реке, там заражается, понимаете? И поэтому, чтобы мы с вами понимали, что сегодня даже красная рыба опасна. Я не говорю о ручных рыбах, о озерных рыбах и так далее. Здесь вопрос очень серьезный. Поэтому не заразиться сегодня невозможно, если мы потребляем рыбу не очень такую. Поэтому я хочу всех предупредить. Никакой копченой рыбы в питании быть не должно. Никакой расколотки, как Сибирь любят, в питании быть не должно. Ну, расколотка – это свежемороженая рыба, которая режет так маленькими поломтиками. И едите, строганина, да. Но это мясо строганина, а расколотка – это рыба. Поэтому, жаль, коллеги, соленая, потому что у нас были технологии, говорят, водовымораживание обеспечивает, не обеспечивает, жаль, коллеги, абсолютно. Соление не обеспечивает. Не обеспечивает. Это надо, чтобы это был специальный. Ну, в общем, это такая технология должна быть, чтобы все это соблюдалось. К сожалению, сегодня это мало где соблюдается, поэтому вероятность заражения очень большая. Только рыба приготовлена в вареном виде, только рыба приготовлена в духовке, где температура 180-200 градусов. Все. Вот эти две вещи, которые обеспечивают безопасность. Все остальное, уважаемые коллеги, уберите со своего стола, если не хотите иметь проблемы. Итак, вероятность заражения очень большая. Чем он опасен, уважаемые коллеги? Он маленький, 0,7-1,2 мм. Но его там столько много. И он такой ядовитый, этот гельмин. Он обладает колоссальными аллергенными свойствами, он обладает колоссальными токсическими свойствами. И когда смотрят печень, гистологию печени, то она похожа на очень серьезно измененный орган, как будто там 10 лет, 15 лет был гепатит. То есть структура печени резко нарушается из-за мощного хронического воспалительного процесса. Желчеводящая система, она сокращаться не может. Она парализована от тех токсических веществ, которые выделяет. Поэтому всегда дискинезия желчеводящих путей и дискинезия желчного пузыря. То есть он сокращаться нормально не может. И еще, уважаемые коллеги, чтобы мы с вами понимали. Что это непросто. Мы с вами привыкли так. Ну подумаешь, гельминтик, так сиди, ну и пусть себе сидит. Ну вытравим ее лекарственными препаратами. Не так все просто. Дело в том, что те вещества в течение 10, а он живет 10-20 лет и больше, пока мы его все-таки оттуда не уберем. Те вещества, которые он выделяет, обладают очень токсическим воздействием на клетки печени. И печень функционировать правильно и грамотно уже не может. Поэтому нарушается ее функция очень резко. Особенно функция, которую мы всегда связываем, атеросклероз. Где проблема атеросклероза? Печень. Уважаемые коллеги, печень. Проблема атеросклероза – это отложение холестерина в сосудах, да. Но откуда он берется? И мы берем сегодня, ломаем голову, даем статины, чтобы удалить этот лишний холестерин. А проблема-то не в холестерине, проблема в печени, которая не усваивает этот холестерин. Она не может его усвоить, потому что там колоссальное загрязнение, поражение этой печени самыми различными веществами, в том числе и гельминтами, апистархозом. Поэтому это очень нехороший гельминт, с которым очень трудно справляться. Потому что его чувствительность к тем препаратам, которые мы сегодня используем, очень низкая. Если аскориду легко убрать с организма, то апистархоз убрать очень трудно. Какие еще гельминты заслуживают очень большого внимания? В последние годы, уважаемые коллеги, если вы откроете монографию «Тропические болезни», то там написано следующее, что «Стронгилоидоз». «Стронгилоидоз» — это тоже такой вид гельминта. анкилостомидоз, анкилостома. Что для нашей страны это не актуально, поскольку это удело сном Китая, Японии, Китая, Ближнего Востока и так далее. Вот, уважаемые коллеги, такая зверюшка, которая называется анкилостома. Зубастая, да. Они маленькие, всего лишь там 1,2-1,5-1,7 см. Но чем они опасны? Вы приехали отдохнуть, походили босиком по пляжу, она находится в травке или прямо в песке, пробуравливает кожу человека, проникает в организм и распространяется по всему телу. И начинает поселяться где угодно, в кишечнике, в легке и так далее. И вот, уважаемые коллеги, это живородящий гельминт. Через неделю вы возвращаетесь сюда, начинается непонятный кашель, хриплый голос, анемия, слабость, вялость, какие-то непонятные слизь в кале и кровь в кале в примеси и так далее. Вы не понимаете, что происходит. Потом забыли об этом. Но самое главное, что высочайшая заразность от этих гельминтов легко передаются от человека к человеку. Вы поцеловали мужа и заразили. Вы поцеловали ребенка и заразили. И вот за неделю вся семья инфицирована этими гельминтами. Животные, та же самая ситуация. И поэтому получается уже очаг в семье. И попробуйте теперь вылечить, убрать эти гельминты. Причем, должен сказать, что не обязательно ездить туда. Сегодня Турция, Китай, Вьетнам завалили своими овощами и фруктами всю Россию. И с овощами и фруктами завезли, естественно, все вот эти паразиты. Время, коллеги. Сегодня до 30% населения России поражена этими гельминтами. Поэтому, когда вы чувствуете непонятный хриплый голос, какая-то непонятная мокрота вдруг появилась и так далее, имейте в виду, что, скорее всего, это стронгилоидоз. Особенно, когда какие-то непонятные вещи на снимке начинают делать, там в легких находят какие-то очаги, начинают ломать голову. Нет ли какого-то злокачественного заболевания, как правило, это действительно, ничего там нет. Но то, что гельминты есть, это однозначно. И последнее, на что мне хотелось обратить ваше внимание, это эхинококос. Эхинококос. Это поражение печени. Эхинокок. Это поражение печени. Представьте, потребление заражённого мяса. В печени образуется капсула, внутри которой находится гельминт. Через какое-то время уже две капсулы, через какое-то время три капсулы. То есть он начинает размножаться и делиться, и начинает сдавливать ткань печени. Проходит несколько лет, и печени нет. И должен сказать, что если с этими гельминтами, которые мы с вами говорили раньше, хоть есть хоть какие-то пути решения проблемы, то с эхинококом сегодня решения проблемы нет. Знаете, как мы лечим сегодня эхинококос? Да, операцию делаем. Удаляем часть печени. Пробовали залазить туда иглой, отсосать эту жидкость и ввести туда препараты, которые подавят эхинококос. Получили разнос, разнесение по всему организму. А что такое поражение эхинококоза, уважаемые коллеги, организма, это равносильно смерти. Методов лечения нет. Это как злокачественная опухоль, которая поразила весь организм. Практически это равносильно этому. Поэтому это очень опасная ситуация. И туда никакими пункциями, когда вы не знаете, что там, лучше не лезть. Потому что перевести в брюшную полость и всякие другие органы эхинококос, это очень опасная штука. Вот такая картинка сегодня я вам нарисовал по гельминту. Я могу, можно еще много говорить о других гельминтах, и бычьей цепени, и другие цепни, которые достигают размеров 6-8 метров и живут там годами. Вот, кстати, снимок сердца. Вот, уважаемые коллеги, снимок сердца. Вы, наверное, видели эти видеофильмы, да? Когда пошли на операцию на сердце и потом полчаса доставали оттуда лентеца, который длиной был 8 метров. Приняли за опухоль сердца, да? Вот такие вот у нас фокусы бывают. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз повторяю, что сегодня эта проблема очень актуальна. Она трудно решаемая. Она недооценена сегодня, потому что протекают как хотите эти заболевания. Я уже не говорил о всяких воспалительных. Они протекают как опухоли, как интоксикации колоссальные, подавляется костный мозг. Начинаются ситуации, как лейкопения колоссальная, которую мы не можем поднять. Нарушается иммунитет, естественно, нарушается гормональная система. Эти люди, дети нервные, зубами, как это называется, скрибочат зубами и так далее, и так далее. То есть это колоссальная проблема сегодня и нервно-психических заболеваний. Сколько это годами длится, и много всяких других причин, которые возникают. К сожалению, методы лечения, которые сегодня используем мы, далеко не достаточно и далеко не эффективны. Почему так случилось? Потому что, основном, уважаемые коллеги, мы используем химические препараты, химические препараты, которые вызывают парализацию этих гельминтов. Они на какое-то время парализованы, и в это время уходят с организма, отцепляются от стенки и выходят с организма. Либо блокируются дыхательные ферменты этих гельминтов, они прекращают размножаться и так далее. Но, к сожалению, жизнь показала, что это не так все легко и просто. Ну, какие препараты, вы без меня знаете, вермоксы всякие разные, немозол, самый серьезный препарат, который сегодня существует для этих целей, немозол. Это один из самых сильных препаратов, но один из самых токсичных препаратов, вермокс. Ну, и всякие другие, не буду вам забивать голову, это, думаю, не так важно. Важно то, что эти препараты далеко не всегда эффективны, я бы сказал, даже мало эффективны, несмотря на то, что мы принимаем. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что однократно, трехкратно и даже десятикратный прием препаратов не позволяет вылечить больного гельминтоза. Почему? Потому что мы действуем только на какие формы? На зрелые, которые находятся в кишечнике или в другой. Они плохо действуют, как правило, очень плохо действуют на личиночные формы, и которые находятся, бог знает где, где-то в мозге, где-то в печени, в легкие и так далее, которые снова в том попадут в кишечник и снова развиваются и так далее. Поэтому вероятность того, что мы вылечим, маловероятна. Шановные коллеги, я хотел бы вас настроить на очень серьезный лад. Только два месяца непрерывной хорошей работы позволяется справиться с гельминтозом. Серьезно. Никаких одно-двухкратных дачи таблетки эту задачу не решает. Это надо себе вложить в голову. Какие еще есть методы посерьезнее, чем те, что я назвал? Вы, наверное, слышали и знаете, и я буду иногда вас возвращать к этой теме, что в старые добрые времена очень серьезно использовали против ангин, против других гельминтов банальный керосин. Почему керосин является таким средством, не очень понятным, но оно очень серьезное. Его действительно боятся многие микробы. Потому что мы помним с вами, что в старые добрые времена, если была ангина, помазали керосином, и все. И на многие годы почему-то ее нет. Потому что керосин является жирорастворимым веществом. Оно проникает через любую оболочку клетки, внутрь, прямо в клетки, и уничтожает все, что там находится. Оно проникает также и через тело гельминта, уважаемые коллеги. Потому что тело гельминта – это тоже жиролипоидной мембраны. И поэтому для керосина нет преград. Почему? Я уже не говорю о запахе и всяких других вещах, которые эти гельминты очень не любят. Но я говорю вам, не о керосине как таковой, потому что он все-таки далеко не чистый, он достаточно ядовитый чуть-чуть. Хотя это не совсем сами керосины, уважаемые коллеги, это не ядовитые. Все, что мы добавляем туда в бензин и в керосин, они ядовитые. На самом деле все керосины и бензины не так ядовитые, как нам кажется. Итак, готовят препараты лекарственные на основе специально очищенного медицинского керосина. И вот таким препаратом, который я бы хотел вам порекомендовать, он сегодня уже есть в аптечной сети, называется Тодикамп. История этого препарата длинная, уважаемые коллеги. Еще 40 или 50 лет назад в Молдавии был такой ученый Тодика, который создал этот препарат. Взял зеленый грецкий орех, бросил его в керосин, специально обработанный, очищенный, и получил настойку этого зеленого грецкого ореха. И стал пробовать и лечить полмира все заболевания, которые только можно было. И вышли, что лучше всего это гельминты, лучше всего, что это инфекции, хорошо работают злокачественные опухоли и всякие другие воспалительные заболевания. Ну, конечно, это был одиночка, который бился 20 или 30 лет, и в конечном итоге Академия наук заинтересовалась этим вопросом. И вот есть такой академик Маленков, вы, наверное, знаете, это сын бывшего премьер-министра, который был при Сталине. Он академик, он молекулярный биолог и химик. Он занимался разработкой лекарственных препаратов. Был такой институт под Москвой, Купавня. И вот он много лет занимался. И когда он взял на вооружение вот этот препарат, Кадекамп, и стал его изучать, то оказалось, на самом деле, что это очень серьезное средство для лечения очень многих гельминтных инвазий, в первую очередь. Потому что зеленый грецкий орех, уважаемые коллеги, он является очень серьезным антипаразитарным средством. И вы знаете, что в коралловом клубе есть таблеточки, да, так и называются, зеленого ореха, зеленого грецкого ореха, вернее, черного грецкого ореха, вот, который обладает, просто листья берут, делают с них таблетки, и когда человек пьет, если едешь в Индию куда-нибудь или в другие страны, то весь период, пока он находится там, он пьет эти таблетки. И заражение не происходит, потому что они обладают очень сильным антигельминтным средством. Лис черного ореха, так и называется. Лис черного ореха. Но это лекарственные препараты, это не просто листики, которые нам заварят, а готовые таблетки, которые уже сделаны, это американцы сделали. Жан-Коллеги, я хотел бы тоже обратить ваше внимание. А Эрлим как же в Малинкопе, значит, сработает с Эрлимом? В Маджилоке. Эрлим тоже уже, вы же понимаете, где интересно, все хватает за то, что интересно. Эрлим тоже интересный, сейчас мы с вами вернемся к нему. Это отечественный? Это отечественный, да. Это отечественный препарат. Итак, я хочу завершить с Тадикампом, уважаемые коллеги. Значит, это действительно интересный препарат, который широко, уже 30 с лишним лет, применяется в медицине, он хорошо изучен. Есть двухтонное руководство по лечению Тадикампа всех инвазий и других заболеваний. Его механизм действия очень простой. Керосин сам себе проникает через мембрану, зеленый грецкий орех влияет на любой микроб, гельмин, который даже находится внутри клетки. Мы можем достать трихомонаду, мы можем достать вирус, уважаемые коллеги. Мы можем достать внутри органа какой-нибудь яйцогельминт или личинку его и так далее. То есть здесь уже преград нет. И вообще это очень интересное направление. Министерство здравоохранения сейчас взяло именно такое направление, уважаемые коллеги, что на основе вот такого очищенного, хорошего керосина будут созданы десятки лекарственных препаратов, потому что они не обладают токсическим действием, они не обладают побочными эффектами, но колоссально проникающая способность. И на него можно посадить любое другое лекарственное средство, которое будет проникать везде. То есть это просто один из примеров, которые я сказал. Его применяют в каплях, он не очень вкусный, он запах керосина, сами понимаете, это далеко неприятная штука. Поэтому его применяют в каплях. Обычно это 7-10 капель, для самых тяжелых больных, для онкологических даже больных, рекомендуется до 20 капель. 2 или 3 раза в день с растительным маслом, потому что так его не выпьешь. Это очень трудная штука. И в зависимости от ситуации, 2-3 недели применяют вот такой тадикамп. Если не очень приятно пить, то его можно вводить в виде микроклизма. То есть берется растительное масло, любое оливку и так далее, капает сюда 10-15-20 капель от тадикампа, и вводится в микроклизм. И он легко снова проникает через сосуды прямой кишки. Там очень серьезные сосуды, легко всасывается все это в прямой кишке. Я тоже хотел бы обратить ваше внимание, потому что мы с вами все привыкли глотать таблетки как? Выпил, запил водой, и он попал в печень, этот препарат. Там половину разрушился, поскольку печень обладает свойством барьера, уважаемые коллеги, там половина разрушается, и только после печени оно куда-то попадет. Если мы вставим под язык эту таблетку или капельки, оно в печень не попадает, сразу попадает в головной мозг и везде в кровь, куда вам нужно. Если у меня в прямую кишку, то тоже оно сразу тоже попадает в печень, к сожалению. Но и по другим сосудам, потому что прямой путь из прямой кишки – это печень. Поэтому если там есть апистархоз или какие-то другие гельминты, то они быстро как раз получают самую большую нагрузку от этих лекарственных веществ. И так его можно применять. И так, и так. Значит, длительность применения 2-3 недели. И это можно повторять, не бойтесь, они не токсичные препараты. Единственное, уважаемые коллеги, конечно, это то, что он неприятный запах. Кто пил этот препарат, если кто-то пробовал этот препарат, то потом через 2 дня вам кажется, что всё пропахло керосином, и все на вас оглядываются. Поэтому Маленков вынужден был разработать технологию, перевести его, чтобы запаха не было. И сейчас, правда, они создали гель, то есть это уже не жидкость, а гель, который можно наносить и на кожу, и под язык, и на слизистую, но запаха уже нет. А эффект точно такой же. Да, ТДДМ, да, совершенно. Ну, это тоже Тадикам, просто сокращенно, ТДМ называется. Он есть в аптечной сети, и вы можете его уже использовать. И также, мои коллеги, вот эта более перспективная вещь, она достаточно эффективна, нетоксична, и позволяет решать эти задачи. Для детей в старые добрые времена что использовали противоастриц? Чеснок, да, брали чеснок, раздавили его, прокипятили в молоке, минус пять, и в микрокризмочках, в прямую кишку. Конечно, это решение проблемы, но представьте себе, каждый день, через день, раз в неделю, вводить чеснок в прямую кишку. Что там будет? Воспаление будет, раздражение будет, понятно. Но, подожди, коллеги, я бы хотел вернуть вас к той теме, о которой мы с вами говорили. Эфирные масла. Эфирные масла. И вот здесь я позволю себе вам напомнить, что эфирные масла обладают очень сильным антигельминтным действием в том числе. И вот на первое место находится масло лимона, как вам нравится. масло чабреца. Чабрец, знаете, да? Богородская трава. Бергамота. Тмина. Масло корицы. То есть можно использовать как эфирные масла, так и эти травы и растения, которые можно использовать в качестве антигельминтных средств. Сами коллеги, я много раз задумывался, почему так активны тибетские препараты. И начинаешь изучать их состав, и там мы что находим? И гвоздику находим, и черный, и красный, и белый перец мы находим. А это что? Это все эфирные масла, что мы с вами понимали. Если мы посыпем перцем, этого гельминта ему будет хорошо? Очень нехорошо. Поэтому видите, как на Востоке решает проблему. Мы выдумаем, какую еще таблетку против апистархоза или какого-то другого придумать. Они что делают? Они укрепляют иммунитет, едят пряности, все. Кто ел курицу, рыбу или мясо в Индии или там где-нибудь в другом месте? Вы понимаете, что вы ели? Не понимаем, потому что там столько специй и пряностей, вы не понимаете даже, что вы едите. То ли курица, то ли мясо, то ли просто зажаренный какой-то овощ в чем-нибудь. То есть вот такая у них тактика. Жизнь заставила их. Это история много тысяч лет. Они заражаются каждый день уже. Если бы они жили, как мы с вами, то, я не знаю, где бы эти гельминты в них были, они каждый день обязательно потребляют вот эти пряности, поэтому в них этих проблем очень мало. Каждый индус после каждой еды, прямо вот маленький ребенок, я видел, как они это делают, и тоже перешел сам, рекомендую вам, берет три гвоздички, рожевывает их и глотает. Вот это у них как закон. После каждой еды, зубы они не чистят, потому что денег нет, поэтому после каждой еды три гвоздички рожевывает и глотает. Вот такие простые способы решения этой задачи. Ну и давайте, чтобы я не забыл, заодно запишем эфирные масла, которые обладают антибактериальным действием. Они часто перекликаются, но тем не менее. Антибактериальным действием обладает бергамот, базилик, гвоздика, герань, базилик, гвоздика, герань, ель, ель, ёлка, лимон, мелиса. Я обращаю ваше внимание на можжевельник, уважаемые коллеги. Очень серьёзное растение, особенно это касается мочеполовых инфекций. Если кто-то очень сильно в этом заинтересован, можжевельник – очень серьёзное растение. Именно мочеполовые инфекции, туберкулёзная палочка и другие. Пачули, пихта, полынь, роза, розмарин, туя, чабрец, эвкалипт, чайное дерево. Итак, мы с вами немножечко посмотрели, что ещё бы можно использовать для этих целей, кроме химиопрепарата. При грибах тоже очень эффективным является гвоздика против грибов. Гвоздика, лавр, полынь, пихта, чайное дерево, эвкалипт, кипарис, мирт. Можжевельник нет. Мирт. Мирт. Есть такое дерево, миртовое дерево. Кстати, это очень тоже сильное, очень серьёзное дерево в плане антигрибково-антибактериального действия. Как использовать по-разному? Я ещё раз хочу напомнить, что, к сожалению, если я врач или сидящие здесь врачи, если я буду назначать эти эфирные масла российские, или те, которые неразрешены Минздраву, мы не имеем права, поскольку они не очищены до конца и неразрешены использовать. Поэтому мы можем принимать внутрь только те масла, которые разрешены. Это австрийские и это швейцарские. Они, конечно, дорогие. Но, уважаемые коллеги, эти масла можно использовать для в виде испарителя. Наливаете на воду горячую и так далее. Есть специальные лампы, аромалампы, где можно нагревать и так далее. Их тоже можно использовать. Но можно их наносить прямо на кожу, на слизистые. Это разрешается. Пить нельзя, наносить на кожу, на слизистые разрешается. Я бы хотел привлечь ваше внимание тоже препарату, который есть в аптечной сети. Он разрешён для использования наружного, правда. Это вьетнамская бальзам-звёздочка. Там четыре очень серьёзных эфирных масла, которые содержатся эти. Их можно использовать тоже при гельминтных инвазиях, при паразитарных инвазиях, при различных. То есть ребёнку, скажем, можно нанести прямо на брюшную полость, на брюшную стенку и сверху полиэтиленовую плёнку или парафинованную бумагу, чтобы это масло через кожу впиталось в внутренние органы. И таким образом идёт очень серьёзное действие в этом плане. Поэтому можно использовать для наружного применения и эти эфирные масла вот такого уже непосредственно аптечного производства, который сегодня есть в аптеках обычно. Бальзам Ким обладает такими же свойствами. Но мы с вами будем дальше немножко рассматривать ещё один очень важный такой вопрос, чтобы я не забыл. Это касается, вот когда клещ кусает человека, да? И это очень больная тема сегодня. Укусил клещ, да? Мы вынуждены бежать, ну можете сами снять, конечно, но мы вынуждены бежать трампун, там пинцетом его убирают, расковыривают кожу и так далее. Как только ранка появилась, появляется возможность его очень быстрого распространения по организму и так далее. То есть это не самый лучший способ. Поэтому, жаль, коллеги, здесь нам помогут очень сильные эфирные масла. Как только вы нанесли эфирное масло на этого клеща, он тут же парализуется, потому что эфирные масла очень быстро проникают в тело, его парализуют. И через одну минуту он возрасыпется прямо вот в порошок, потому что они обладают свойствами испарять влагу очень быстро, и этот клещ погибает. Поэтому вот тоже имейте в виду, что так можно использовать. Нанесение на это место эфирных масел, какие у вас есть под руками, либо бальзам Ким, либо звёздочка, либо обычные любые эфирные масла. Это вот такой маленький совет в дополнение к тому, что я сказал. Ну и вот задавали вопрос, что хорошо помогают для некоторых гельминтов препараты из коры осины Экорсол. Это разработка томских специалистов, и оказалось, уважаемые коллеги, что это очень серьёзный препарат Экорсол. Экорсол. Это экстракт, то есть порошок по-другому, и скорее осины. И вообще осина обладает очень серьёзным эффектом. Сейчас мы с вами будем ещё немножко к ней возвращаться. И поэтому хорошо рекомендую его более широко применять, чем мы сегодня пока применяем. И на этой основе был создан препарат и с ферментами. Вот мы с вами говорили о ферментной терапии ДНИ. Был создан препарат, куда тоже есть кора осины, и называется биосинол. Биосинол. Что это за такой препарат? Это взяли вот кору осины, экстракт, добавили туда фермент ДНИ, и получили вот такой препарат биосинол. Он тоже обладает хорошими свойствами антигельминтными, но он заодно рассасывает всё, что связано с воздействием гельминта. Биосинол. Биосинол. Извините, а по-другому, ДНИ, это ДНИ. Ну, мы с вами говорили, ДНИ это препарат, который используется как фермент. Помните, мы говорили с вами о ферментных препаратах? ДНИ, наиростим и так далее. Но наша цель с вами не перечень препаратов, которые я вам представил сейчас. Я вам просто хотел показать, что такие препараты существуют, и несмотря на достаточную их эффективность, они далеко не эффективны. Самый дорогой, самый серьёзный немецкий препарат, который используется в лечении апистархоза и многих других гельминтов, эффективность не превышает 60%. Не превышает сегодня 60%. При его высочайшей токсичности и продолжительности, которые требуются при приёме этих препаратов для лечения, около двух месяцев, уважаемые коллеги. Вот цель, мы с вами должны понимать. И, конечно, это очень дорогие препараты. Поэтому в Томске есть институт курортологии. Там есть специальная клиника, которая занимается различными инфекциями, в том числе и занимается апистархозом. И вот в течение пяти лет они брали больных с апистархозом, там их очень много, уважаемые коллеги, это Западная Сибирь, там почти 100% поражение взрослого населения апистархами. И вот они брали и лечили этих пациентов препаратами синтетическими, препаратом Экорсолом и использовали нашу технологию. Эффективность немецкими препаратами противопаразитарной была 60%, Экорсолом 70% и через 10 дней от начала лечения аппаратом КВЧ составляла 100%, 10 дней. Как они это делали, я бы тоже хотел вам сейчас сказать. Это была специально, еще раз повторяю, пятилетняя работа. Это есть целая монография. Кто интересуется этим делом, можете меня потом списать. И вот смотрите, это профессор Поддобное, современные подходы к нейминкоментозному лечению, лечению хронического апистархоза. И вот в этой монографии как раз расписано полностью все схемы, как лечили раньше, как лечили Экорсолом и сравнительный анализ, как лечили КВЧ-терапию. И оказалось, уважаемые коллеги, что они брали, заражали сначала хомячков, доставали с них эти апистархи, записывали на наши датчики, которые вы все знаете, и брали этот датчик, и прикладывали к печени пациента зараженного апистархозом. И через 10 дней гельминта нет. То есть метод биорезонанса оказался более эффективным, чем многие лекарственные препараты. Понятно? Поэтому, мои коллеги, вот это направление является очень перспективным для лечения гельминтных инвазий, для лечения вирусных заболеваний, как мы с вами знаем, для лечения бактериальных и других инфекций. Потому что биорезонанс это самый серьезный метод лечения многих заболеваний сегодня. И, естественно, гельминтных заболеваний, которые сегодня так трудно избавляться. Я бы хотел вам сейчас еще сказать одну методику, особенно касается апистархоза, который еще больше усиливает это направление. Значит, конечно, есть датчики специальные, я не знаю, сейчас в офисе есть или нет, но они были сделаны, когда записанные датчики против апистархоза продавались уже прямо в офисе. Человек брал, прикладывал печень и лечился таким образом. Понятно, да? Второе направление усиливающее это направление. Это берется, кроме того, что мы лечим прямо против апистархов, мы берем, записываем, либо экорсол, а чтобы не бегать за экорсолом, вы берете прямо в веточку, вот сейчас весной, особенно осины, которые обладают колоссальными лечебными свойствами, записали на датчики и прилепили сюда же на печень. И получаете очень серьезный лечебный эффект двумя факторами уже, и самим датчиком, где записан гельминт, и самим препаратом, веточкой осиной, где все содержится. Уважаемые коллеги, чем отличается просто растение от лекарства, полученного из растения? Мы считаем... Как это сделать? А как датчик будет? Ну, дорогие мои, как это сделать? Берете аппарат, идете в лес, ломаете веточку осины, переносите домой или там, прямо записываете, и датчик у вас целый год, вы имеете лекарственный препарат, записанный, веточку осины, приходите домой, ставите на печень раз и работаете, на кровь два и работаете. Достаточно двух часов на кровь, чтобы он сработал, даже 20 минут, но мы говорим о двух часах работы. На печень вы ставите на целую ночь, пока спите, и переносите на воду, которую вы пьете, то есть приложили к стакану, на пять минут, перенесли на воду препарат и по воду выпили структурированную. Вот и вся премудрость. Видите, какие простые методы и очень эффективные. Но бывает так, уважаемые коллеги, что мы лечим, все используем. И вот в моей практике были такие люди, когда лечим две недели, три недели, а он все сидит там и хоть его, я не знаю, не получается. Поэтому я хотел бы вам назвать еще одну методику, она касается и апистархоза, и многих других заболеваний и гельминтной инвазии, которые значительно резко повышают еще возможности. Если можно, дайте мне еще аппаратик, кто-нибудь. Начинаем, коллеги, как определить, есть ли там гельминт еще или нет, часто задают вопрос. Ну, методов несколько. Обычные рутинные методы, которые мы используем в наших больницах, это иммуноферментный анализ. Мы можем определить и антитела против этого гельминта, но они нас не устраивают, потому что антила это такой, что в голову взбредет еще врачу, как он расценивает. Нам нужен антиген, есть ли микроб или есть ли гельминт в организме. Поэтому есть методы иммуноферментного, когда определяют антигены, то есть сам гельминт. То есть есть ли антигены гельминта в организме или нет. Поэтому первое, сдаем кров и смотрим, есть он еще или нет. Если он исчез, можете успокоиться, но, конечно, нужно два или три раза в динамике обязательно посмотреть уже. однократное исследование ничего никогда не говорит. Как бы вы ни хоть спид возьмите, хоть гепатит, хоть апистархоз всегда помните. Прошел месяц, повторите еще раз. Еще месяц прошел, повторите. Только тогда вы можете успокоиться. Итак, мы с вами сейчас рассмотрим одну методику, которая значительно повышает эффективность наших методов лечения. Это касается и гепатита, где гепатит боится. Это касается апистархоза. Это касается эхинококоза. Какие хотите заболевания, возьмите, это можно использовать. Особенно это касается, когда есть возбудитель какой-то. Или нам нужно использовать какое-то лекарственное средство. Итак, мы берем датчик, где записан гельминт или микроб, или вирус. Вот здесь записана печень, ну скажем, апистархоз, который мы никакими судьбами решить не можем. Дальше. Метод датчик. Вот смотрите. Ставим вот этот датчик, который включен в аппарат, который включен в третьем режиме, в первом режиме этот аппарат, то есть в физиотерапевтическом КВЧ-режиме. Вы прикладываете датчик, который работает в КВЧ-режиме. Вот этот датчик прикладываете вот таким образом. Белая сторона, цветная сторона к этому датчику. Понятно, да? Цветной стороной, белая сторона наружу. Вот так. Приложили. Понятно, да? Белая, цветной. Этот излучающий, это КВЧ, он прицеплен к прибору. Этот свободный датчик. Он здесь записано, тело, ну давайте запишем, апистархоз. Приложили вот так вот. Видно, да? Апистархоз потом этот датчик. Совершенно верно. Вот так вот. Что мы имеем здесь? Это излучение, которое идет к КВЧ, проходит через датчик, где записан апистарх, и мы накладываем на печень. Эффективность повышается почти в 10 с лишним раз уже. Поэтому ставим на печень и работаем 10 минут. По всей печени. Вот так вводим по печени. А потом сотрется запись опистарха или нет? Нет. Она так и будет. Она не стерва. Уважаемые коллеги, все, что здесь записано, никогда не сотрется раньше, чем через 3 года. Запоминайте все. Пока вы не включите сюда батарейку, чтобы ток прошел. Как только ток прошел, все, он будет изменен. А до 3 лет здесь все, что записано, ничего на него не действует. Уважаемые коллеги, я хочу, чтобы вы все вложили в город. Потому что некоторые люди начинают трястись на этими датчиками, закрывать их отовсюду, прятать чуть ли не под подушку. Я специально вставлял их устройство в аэропорту, рентгеновские установки. Все сохраняется. Перепровел он 10 рядов. Вставлял их в рентгеновские установки, которые мы исследуем пациенту. Ничего. Вставлял ультразвуковые установки, которые исследуют пациентам. Ничего не происходит, ничего не стирается. Поэтому все, что здесь записано, ничего стираться не будет. Итак, мы с вами работаем по 10 минут в КВЧ-режиме по проблемному органу, где вы справитесь по какой-то причине. Не можете справиться с гепатитом С, к примеру, либо не можем справиться с апистархозом почему-то, по какой-то, не важно, по какой причине. И поэтому таким образом вы можете решать эту задачу. Если у вас есть тот же, та же осина, к примеру, здесь записана, вы точно так же можете сделать усилие в действии этого препарата. Понятно, да? Пропустив через КВЧ-режим и снова работаете по печени. Если у вас есть супер дорогой какой-то препарат, который тоже, вы можете тоже использовать, записав на датчик и соединив две программы в КВЧ-режим и фри-режим. Понятно, да? Позвольте, коллеги, это вот одна из последних методик, мы ее проверили уже, она достаточно эффективно работает. Она разработана в Краснодаре очень серьезным специалистом, который хорошо в этом понимает. Мы ее перепроверили, действительно, она работает достаточно эффективно. Итак, еще одна методика, которая позволяет повысить эффективность наших лечебных программ. Итак, уважаемые коллеги, методы лечения гельминтной инвазии заключаются в том, это местное заболевание или общее? Общее. Конечно, общее. Что при этом общем заболевании самое главное? Интоксикация есть? Еще какая. Они здоровенные, попробуй их убрать с организма. Они большие. Просто так, если микроб мы ударили и все, он погиб, то здесь не так просто. Итак, есть колоссальная интоксикация. Это общее заболевание с нарушением эндокринной, иммунной и всяких других систем организма. Это не забывайте. Это мощное воспаление, это очень сильная аллергия и так далее. Поэтому это общее заболевание, которое мы должны и подходить как к общему заболеванию. Мы будем детоксикацию проводить? Конечно. Гельминты закрывают энергетические центры. Будем их открывать? Конечно. Восстанавливать проводимость нервных стволов по спинному мозгу будем? Конечно. Свойства крови, вы сами понимаете, что творится в крови этих людей. Мы будем улучшать геологические свойства? Конечно. То есть сонные артерии по одной минуте и так далее. То есть все основные программы, которые мы должны выполнить, уважаемые коллеги, обязательно нужно делать. Мы не будем ждать с вами по месяцам, пока будем гонять эти гельминты. Параллельно вы решаете эту задачу, бьете гельминты, мы сейчас с вами вернемся. Но обязательно выполняйте программы детоксикации и так далее. Жанка, интоксикация колоссальная. Нарушения в организме колоссальные. Нарушения иммунитета очень серьезные. Они блокируют, если они представить, насколько серьезным является апистархоз. Вот когда мы смотрим иммунитет этого человека, то иммунитет я бы так сказал, близок онкологическому больному по своему статусу. То есть он так сильно подавляет иммунный статус человека. Поэтому гельминты это не какие-то банальные вещи, это очень серьезные вещи, которые надо обязательно учитывать. Поэтому иммунная программа обязательно. Если есть необходимость, то есть маленький ребенок или очень пожилой человек, то обязательно нейроэндокринную программу. Пусть она будет выполняться там месяц даже. Это не важно. Важно то, чтобы мы начали ее выполнять при этом, чтобы восстановить все функции в организме. Ну, а что касается непосредственно гельминта, мы с вами уже знаем. Наша задача его убить там. Неважно, где он сидит в печени, значит, мы будем работать аписторхоз по печени. Если это в кишечнике, неважно, бейчей цепени это или это аскорида или какой-то другой гельминт, мы с вами накладываем датчики на брюшную стенку вокруг пупка, вот в разные места. Если датчиков 2-3, мы 3 датчика ставим. Если у вас 5 датчиков, вы можете 5 поставить. А если у вас всего 1 датчик, то вы ставите 1, но сверху что? Фольгу ставите. Экранируем этот датчик, чтобы он влиял на весь организм. И вот таким образом, коллеги, мы с вами должны поработать минимум 7-10 дней, кончить все зрелые формы, которые там есть, потом сделать перерыв неделю и еще повторить. И так мы с вами должны это делать до 2 месяцев. Не забывайте, потому что некоторые 2-3 дня поработали, ну я же всех убил уже, а потом говорит, а что-то снова живот болит, снова понос появился, снова слизь появилась и так далее, потому что личинки снова вышли туда, поселились и начали снова работать. И второе направление, уважаемые коллеги, не забывайте, это мы должны включить иммунитет обязательно. Не важно, что стойки иммунитета нет при гельминтах, но обязательно включать иммунитет, потому что в конечном итоге эти гельминты выводятся все-таки иммунными клетками. Сколько изнофилов у больных с гельминтами уже иммунитетами? 5-19. Если бы только 5, вот для, я иммунолог, понимаете, и в моей практике бывает так, есть аллергический больной, и я вижу, изнофилов, скажем, 12-15%, да, это уже индикатор, то что, но если изнофилов 30-40%, я могу вам сразу сказать, это не аллергия, это паразитарная инвазия. Проявляющиеся аллергические проявления астмой, крапимец, чем угодно может проявляться, но я сразу ориентируюсь на паразитарную. Почему? Потому что изнофилы это те клетки, которые будут травить вот эти гельминты, они для этого и созданы в нашем организме. Поэтому большая изнофилия говорит о том, что организм собрался выгнать этих клеток из организма, эти гельминты из организма. Поэтому роль иммунной системы все-таки большая. Поэтому наша с вами задача взять, снять информацию с печени, если это пистархоз для амбли, и поставить куда? На лучевую артерию, включить иммунитет. Еще, еще раз хочу до вас донести уже. Снимаем с печени или с того места, где есть гельминты, если это аскоридоз, то брюшная полость, если это пистархоз, то печень, то есть с того места, где есть проблемы. И ставится на лучевую артерию на 6-8 часов, 7 дней. Что мы еще можем использовать для решения этой задачи? Ну, мы с вами говорили, можно использовать и лекарственные препараты, которые есть, и эфирные масла можно использовать, и осину можно использовать, но лучше в каком можем, в каком виде использовать? В информационном виде. Записали, куда поставили? на кров, на проблемный орган, и решаем таким образом эту задачу. И, конечно, нужные средства, поднимающие иммунитет. Но мы с вами уже знаем, что обязательно питание, уважаемые коллеги, мы с вами будем часто возвращаться к этому вопросу, питание – это очень серьезный вопрос, мы с вами вернемся к этому еще. И, если есть необходимость, то различные лекарственные средства, которые могут быть использованы в этой цели для восстановления иммунитета. Ну, так, я думаю, что по гельминтам достаточно, да? С такими записками надо мы ставим все эти. На чужом коллеги, задается вопрос, что записывать на брюшную стену? Ничего не записывать, просто приклеивайте датчик, мы что с вами записываем? Гельминта записываем, аскориду записываем, токсоплазму, там, что записалось, то и вернулось обратно. То есть, это метод биорезонанса. Если мы записываем печень, то то же самое. Мы ничего не записываем, мы записываем то, что находится в печени, то есть, аписторхи, лямбли и так далее. Только вот так, то есть, специально туда ничего не записывается.